Кировчане обсудили будущее сферы культуры города. На встречу с властью пришли около 100 человек. При формировании стратегии развития культуры на 2019-2030 годы учли наработки общественных сессий с участием экспертов и простых горожан. В основу проекта заложили результаты социологических исследований, проведенных компанией ЭКОПСИ. Жителям Кировска стратегию развития в области культуры представил заместитель председателя комитета по образованию культуры и спорту Иван Лобанов. Он выделил сильные и слабые стороны этого направления на сегодняшний день. Подробно рассказал о планах. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и здесь основными задачами ставим для себя увеличение числа участий творческих коллективов, учащихся в ДШИ в фестивалях различного уровня, проведение творческих конкурсов среди детского и юношеского населения города Кировска, создание в Кировске выставочного пространства, открытие специализированного выставочного зала с целью организации выставок учащихся, потому что действительно очень здорово, очень хорошо работает Кировское художественное отделение и детям, и чтобы представить на суд не только кировчан, но и жителей области и приезжих туристов. Глобальные планы касаются библиотек, учреждений культуры и дополнительного образования. Считаю данное обсуждение развития культуры в городе Кировске очень важным. Я сегодня узнала очень много нового. Надеюсь, все планы задуманы в дальнейшем осуществляться. Это очень важно для Дворца культуры. Я являюсь его работником и поддерживаю все предложения, которые были высказаны. Преобразятся музеи. Например, в историко-краеведческом проведут ремонты, создадут музейный дворик. Было много интересных моментов. Были моменты, которые порадовали, которые мы надеемся все-таки осуществляться. И я не скажу, что были направления, которые бы нас не устраивали. Наоборот, все, что было представлено в стратегии, оно направлено на модернизацию, на улучшение. Конкретно по работе нашего музея. Стратегия развития культуры направлена на активное развитие этой области. В ней не предусмотрено сокращение штата. Наоборот, будут создаваться новые рабочие места, проводится обучение персонала.